2020 год начался с смены парадигмы, изменения рабочих паттернов, быстрый переход на онлайн-операции, онлайн-работу, экономический кризис. Все это сделало киберпреступников более наглыми. И ожидаем ли мы долгосрочное резкое увеличение киберпреступления? Наши эксперты на это ответят. Господин Юрген Штокк, генеральный секретарь Интерпол и Тройлс Ортинг, председатель Наблюдательного Совета Центра Кибербезопасности и Всемирного Экономического Форума, пожалуйста, вам слово. Александр, большое вам спасибо. Я хочу всех вас поприветствовать тоже со своей стороны. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили нас на это очень важное обсуждение. Юрген, мы с вами уже лет 30 друг друга знаем, да? Один из нас из Германии, другой из Дании, работали в полиции очень долго. И я думаю, что некоторые, мы были удивлены, что он нам преподнес 20-й год. Вот эта вот пандемия началась, и за очень короткое время мы должны были 1,2 миллиарда человек перевести на удаленную работу. И не было готовы процессы, они не были готовы, инструментов не было, и очень много было размышлений о том, сможем ли мы вообще с этим справиться. Также вы согласитесь, что мы можем бороться с преступлением, это за счет предотвращения защиты и преследования преступников. Мы за последние три месяца видели цифровое развитие, которое произошло в масштабах трехлетнего периода, то есть за три года обычно мы так развивались. Что вы думаете произошло с учреждением международной координации в этом отношении? Ну, во-первых, Тролас, большое спасибо за то, что представили меня, хочу поблагодарить организаторов Киберполигона 2020 за приглашение. Сегодня в рамках нашего обсуждения мы будем обсуждать следующее. Конечно же, это необходимость построить более сильные партнерства по горизонтали и по вертикали. Угроза на самом деле осталась той же, но, как вы и говорили, да, мы в полицейской работе сталкивались с этой проблемой, но в моей карьере, я 40 лет уже служу, я не видел такой динамики, которую мы видим за последние несколько недель и месяцев на фоне развития пандемии. Имею в виду я следующее, как преступники следовали за кризисом, да, как бы, то есть кризис начинал распространяться по всему миру, начался он в Азии, потом он ушел в Африку, Европу, сейчас на американском континенте развивается активно, и ОПГ, киберпреступники в особенности, очень быстро адаптировались к этой ситуации, беспрецедентной ситуации, и, конечно же, они воспользовались некоторыми вот этими обстоятельствами, связанными с киберпреступлениями. И когда мы были молодыми полицейскими, мы не видели такое преступление, помните, в наши времена люди воровали деньги или кого-то грабили физически, они были на месте и нападали на людей, а сейчас вы можете со смартфоном или ноутбуком находиться в любой стране и нападать на компанию, находящуюся в любой другой стране. И мы видим сейчас, что уязвимости в нашем современном взаимосвязанном мире используются киберпреступниками, и они очень быстро их находят и очень быстро используют вот эти беспрецедентные возможности для того, чтобы совершать все виды преступлений. То есть это не то, что что-то новое, но мы видели, что это происходит, происходит снижение преступления, например, которое происходит на улице, то есть физических преступлений, люди просто дома сидят, правильно? Но мы видим существенное увеличение количества кибератак. Сейчас онлайн-скам кампаний используются, фишинговые сообщения отправляются, но также атака на критическую инфраструктуру производится, а это, конечно же, система здравоохранения. Например, вирусы-вымогатели используются для атаки на больницы, например, они используют потребности в необходимости СИЗов. И преступники очень быстро передвигаются, изменяют свою криминальную методологию, и они нападают на вот эту критически важную инфраструктуру и используют в свою пользу страх и потребность людей в чем-то, потому что там на несколько сотен процентов увеличилось какие-то преступления, потому что люди во многих частях мира говорят об этих инцидентах полиции, сообщают полиции. Это очень важно, потому что нам нужны инструменты для того, чтобы бороться с киберпреступностью. Нам нужны хорошие расследовательские мощности не только, не где-то, а именно в полицейских органах. Важно то, что правоохранительные органы принимают информацию и знают, как реагировать. Динамику такую я не видел за свою долгую карьеру, но эта динамика, Троиллс, подчеркивает важность всего того, что мы обсуждали за последние несколько лет, а это то, что нам нужно выстраивать институциональное партнерство. Мы, правоохранительные органы, в особенности должны активно работать с частным сектором. Это ключ к задаче, и вирус, собственно, опять выявил эти проблемы и по-прежнему продолжает выявлять, подчеркивать важность этого решения. Да, я во многом согласен с вами. Мы видим динамику, которая является очень быстро и активной. Я считаю, что мир не готов был к пандемии, к тому, что все будет закрыто и так далее. Но преступники тоже не были готовы к пандемии, поэтому мы видим, в принципе, то же самое. То есть преступления-то те же самые, но просто больше используется фишинговая атака, больше используются вирусы-вымогатели и так далее. Потому что мы стали более зависимы от онлайн-инструмента, который мы используем. Но я обеспокоен больше тем, что преступники, насколько я знаю, вы, наверное, знаете лучше, они сейчас хотят полностью воспользоваться уязвимостями нашего рабочего процесса, потому что мы, наверное, уже не будем такого, как раньше. Я не думаю, что такое же количество людей будет работать в офисах. Я думаю, больше людей будет работать на удаленке, будет более гибкий у них график и так далее. И это останется, это не исчезнет после вируса. Как обеспечить правоохранительную работу в этом направлении? В Интерполе стоят 93 государства-члена. Как все эти государства подготовить к новым вызовам, которые так быстро развиваются? Потому что сейчас все развивается гораздо быстрее. Как вы решаете эту проблему? Да, Троилс, это существенная проблема, одна из основных проблем, потому что есть некоторые правоохранительные органы, в некоторых странах, у которых есть хорошие инструменты. И они провели несколько... у них есть несколько успехов в расследовании некоторых киберпреступлений. Опять же, правоохранительные органы, у них есть возможность успешно расследовать деятельность, которая проводится террористами или преступными группами, которые используют Даркнет или другие какие-то инструменты. Но, конечно же, как я уже сказал, киберпреступники не знают границ. И национальные киберпреступники, ну, фактически таких нет. То есть все это связано с другими странами и между странами. Поэтому расследования, которые проходят в некоторых странах, показывают, что там отношения хорошие у преступников не только с соседними странами, но и с другими континентами, с преступниками из других континентами. И это очень важно. И тут как раз важна роль Интерпола сделать так, чтобы национальные правоохранительные органы успешно расследованы проводились. Да, у нас 194 государства-члена. Есть у нас из них правоохранительные органы в некоторых странах, которые имеют хорошие инструменты, хорошее обучение прошли. Но есть, конечно, у нас программы для киберрасследователей, киберследователей, которые реализуются в некоторых странах. То есть есть хорошо подготовленные полицейские организации, но также у нас есть ряд государств-членов, которые нуждаются в нашей коллективной поддержке, к которой нет практически ничего. У нас есть страны, где Интерпол оплачивает электричество для правоохранительных органов, или, например, доступ к интернету оплачивается Интерполом. То есть у них нет фактически даже самых базовых инструментов для того, чтобы провести расследование о киберпреступлении. Почему это важно для всего мира? Потому что любое расследование против кокритической инфраструктуры может начаться именно в такой стране. То есть идея того, что цепь сильна, настолько сильна, самое слабое звено, это как раз здесь актуально при борьбе с киберпреступностью. Именно поэтому Интерпол поддерживает ряд стран для тренинга и обучения полицейских, для того, чтобы они эффективно проводили расследование. Мы повышаем, наращиваем и потенциал, предоставляем технологии и инструменты, чтобы они успешно проводили расследование. Также обеспечиваем организацию вот этой платформы для сотрудничества. Потому что раньше, в старые добрые времена, было преступление, приезжали полицейские, полицейские приезжали и собирали улики, доказательства и так далее. Но в наши кибервремена улики нужно собирать в реальном времени. И это должно все быстро происходить. Происходить это должно быть не только между странами быстро, но и между континентами, потому что преступники могут сами сидеть в континенте А, серверы в континенте Б, а сети у них и отделения по всему миру будут. И это требует очень быстрого реагирования и расследования. И поэтому очень много государств-членов Интерпола должны инвестировать очень много в обучение исследователей, предоставлять им нужное оборудование. Но, опять же, очень важно здесь сотрудничество с частным сектором, потому что у них очень много информации о новых преступных тенденциях, которые во всем мире происходят. У них есть аналитические потенциалы, у них есть хорошие специалисты. То есть подход, который мы применяем в нашей Центре инновации в Сингапуре, это подход, который включает в себя работу с частными компаниями, которые работают в безопасности. Конечно, мы не обмениваемся конфиденциальными данными, но мы обмениваемся стратегической информацией для того, чтобы понять, как выглядит угроза, чтобы иметь общую картину. И это очень важно, это сейчас очень актуально. И мы выстраиваем вот эти вот мосты между вот этими островами информации. И вы полностью правы. Для правоохранительных органов это по-прежнему проблема, серьезная проблема. И правительство, государство должны очень много инвестировать для того, чтобы нарастить потенциал своих правоохранительных органов. И также у нас есть глобальные сети, да, опять же, которые мы выстраиваем с корпорациями и с частными компаниями. И, например, Центр кибербезопасности Всемирного экономического форума. Это один из основных стратегических партнеров, который позволяет нам лучше настраивать отношения с частным сектором. Большое спасибо. Я думаю, что мы разделяем мнение о том, что мы должны защищать не себя, а безопасность для всех. То есть есть проблемы, но есть при этом свет в конце тоннеля. Мы сможем справиться. Но хочу задать вопрос. Когда я работал в правоохранительных органах, и я был директором в Европейском органе по борьбе с кибербезопасностью, у меня было много полномочий, правовых полномочий, но при этом не было информации. Потом я перешел в частный банк, и у меня была вся информация о киберпреступниках, которую я только мог пожелать, но у меня не было вот этих вот правовой силы. И вот эти вот люди из этих разных миров не встречаются, к сожалению, по разным причинам. К сожалению, сейчас ситуация такая же, не поменялась. И мы ведь также видим политические напряжения. Страны не доверяют друг другу, хотя им нужно сотрудничать для того, чтобы бороться с киберпреступлениями. Как вот мы, ну, наши организации, ваша организация гораздо более мощная, чем ВЭП, но мы тоже независимая организация, мы нейтральная организация, мы пытаемся наладить сотрудничество между корпорациями из частного сектора с государственным сектором. Но как нам перейти на следующий уровень в рамках этой работы? Потому что в будущем все будет взаимосвязано, все будет онлайн, все будет храниться где-то в облаке, и у преступников будет хорошая возможность все это украсть. Как нам выстроить доверие для того, чтобы пользователи интернета продолжали доверять интернету, и доверяли интернету, когда мы стоим перед такими беспрецедентными угрозами? И как нам наладить глобальную инфраструктуру для этих целей? Да, мы продолжаем реализовывать то, что мы как раз обсуждаем, и мы это реализовывали уже достаточно долго. И что сейчас происходит на фоне пандемии? Вся информация, вот то, что мы обсуждали на разных платформах, которые были организованы Всемирным экономическим форумом, там три важных части. Первое, то, что у нас должны быть общие цели. Что касается Интерпола, то мы построили платформу для тех, кто хочет успешно бороться с организованной преступностью, а именно киберпреступностью, которая проводится ОПГ. И я могу сказать, что есть хороший консенсус между нашими государственными членами, остается четырех государственными членами, о том, что нужно защищать критическую инфраструктуру, потому что используются вирусы-вымогатели для нападения на критическую инфраструктуру. Эксплуатация детей, также там киберпреступники активно работают. То есть там это все позволит нам бороться с вот этими преступлениями, с такими преступлениями. Есть, возможно, другие компетентные органы, которые работают по этим направлениям и обеспечивают сотрудничество между государствами. И это очень важная работа. Во-вторых, нам нужно обеспечить доверие. Да, это достаточно сложно, потому что сейчас у нас есть ограничения по перемещению, мы работаем из дома, но ведь выстраивание доверия делается все-таки физически, когда люди физически встречаются, когда вы общаетесь лицом к лицу, когда вы объясняетесь друг другу. Для этого нужна быть транспарентность. И для этого как раз есть Интерпол. И у Интерпола есть великолепная возможность с этой точки зрения для борьбов с киберпреступниками. Нужно понимать свои ограничения также, нужно понимать, что происходит с информацией, которую мы получаем из частного сектора. Третий элемент – доверие довериям, но нужна безопасная юридическая основа, надежное юридическое основание для обмена информацией, потому что у нас у всех есть юридическая ответственность за сохранность информации, за то, как она используется. В Интерполе есть правила обмена информацией, согласованные с 194 всеми членами. Это нечто особенное. Режим обмена информацией в нынешнем мире – это уникальное явление. Я думаю, что нечто похожее мы сможем обговорить с частным сектором при содействии Всемирно-экономического форума. И вот эти бреши мы можем заполнить в обмене информации между частным сектором и Интерполом. Мы это очень давно уже обсуждаем. Я думаю, что нужно вот это институциональное сотрудничество, не эпизодическое. У нас, разумеется, есть следственные бригады, у нас есть ЦЕРТы и прочие инструменты реагирования. Но вот это видение, которое мы прорабатываем, это методология, постоянная, ежедневная, кропотливая работа с экспертами из частного сектора и обмен информацией о ландшафте угроз. И у нас есть несколько кейсов, когда информация была уже доступна для некоторых компаний, но если бы они поделились, был бы предотвращен колоссальный глобальный инцидент. Вот так же нужно отрабатывать и перспективные ситуации. Интерпол может объединять правоохранительные органы, а Всемирноэкономический форум объединяет частный сектор. Это идеальная глобальная архитектура кибербезопасности. И нам дальше нужно работать над институциональной концепцией такого сотрудничества. Все должны понимать, что мы делаем, ну и, наверное, ограничения этого сотрудничества тоже нужно понимать. Но никто не может бороться с киберпреступностью в одиночку, а она будет только нарастать в ближайшие несколько лет. Это динамика. ВЭФ очень много анализирует последствия Четвертой промышленной революции. Это рай для киберпреступников. И если мы не будем налаживать более надежные партнерства, мы можем потерпеть полную неудачу. Да, я думаю, что отправным тезисом твоего высказывания является вот эта кооперация. Мы этим занимаемся также во Всемирном экономическом форуме. Я поддерживаю вашу деятельность и наше партнерство. Да, вы вместе с нами. Да, мы строим глобальную архитектуру. Но это вопрос какой-то конкретной деятельности, не просто налаживания какого-то институционального взаимодействия. И технологии. Технологии — это не только враг. Мы можем использовать технологию в качестве платформы для обмена информацией. Не обязательно иметь доступ внутрь этой информации. Можно просто проверять, скажем, паттерн угрозы на наличие уже известного паттерна с рецептом реагирования в обмененной информации. Многие эксперты прогнозируют 30-процентный рост киберпреступности в России, например, в 2020 году. Не нужно быть киберпреступником, киберэкспертом для того, чтобы быть киберпреступником. У вас очень много инструментов. А, опять же, есть много отличий между киберпреступностью и киберзависимой преступностью. Можно, например, продавать наркотики через интернет. Как я сказал, прогнозируется 30-процентный рост киберпреступности не только в России, кстати говоря, и в других странах, потому что мы анализируем только три параметра – инвестиции, прибыль и риск. Риск, строго говоря, от киберпреступности очень небольшой, инвестиции маленькие, а прибыль колоссальная. Поэтому мы, как партнеры и все стейкхолдеры в частном секторе, мы можем что-то делать для того, чтобы предотвратить этот всплеск киберпреступности, чтобы он не помешал нам, чтобы он не подорвал нашу веру в наше общее кибербудущее. Эти возможности, открываемые Четвертой промышленной революцией, они очень сильно пострадают, если мы не сдержим рост киберпреступности, и масса областей, в которых мы можем реально повлиять на ситуацию. Боюсь сказать, что здесь требуется так называемый комплексный подход, потому что это сложная проблема, комплексная проблема. И, как вы сказали, подход имеет многоразмерное пространство киберпреступности, соответственно, подход должен быть адекватным. В ряде случаев мы успешно проводим расследование, но это вопрос и не просто успешного расследования, это вопрос того, как сделать так, чтобы бизнес не пострадал, если его все-таки сделали объектом взлома. В СМИ мы постоянно увидим сообщения, практически каждый день сообщения о том, что компания пострадала от вируса-шифровальщика. Университет, в котором я, кстати говоря, получил свой диплом, был атакован таким шифровальщиком. Они по-прежнему устраняют последствия, потому что они были недостаточно бдительны и недостаточно надежную инфраструктуру построили для противодействия кибератакам. Но это вопрос не просто технического противодействия, это вопрос образования. Нужно просвещать людей, нужно сделать так, чтобы они понимали, что они делают в киберпространстве. И это вопрос ответственности всех нас на самых ранних стадиях. Мы же рассказываем детям о том, как безопасно себя вести на улице, как переходить дорогу. Нечто похожее можно делать на самых ранних этапах, в самом раннем возрасте с детьми. Промышленная революция предусматривает в том числе кибербезопасность на стадии проектирования. Что произойдет, если? Если инфраструктура будет взломана, если цепочка поставок в моей компании будет нарушена, что будет, если хакеры проникнут в мою систему? Ответы на все эти вопросы должны быть заложены в систему на стадии их проектирования, их поведения людей. Вы упомянули Майсу, это 20 партнеров, «Мойте свои киберруки», звучит слоган. У нас у всех есть компьютеры, у нас у всех есть смартфоны, и даже сейчас работают в удаленном режиме. Даже так их можно использовать для проникновения в инфраструктуру компании. И сейчас Стройлс ситуация меняется медленно. Может быть, до нас доходят случаи, значит, там, 3, 5, 8% того, что реально происходит. Так что у нас очень большой разрыв с действительностью. Очень много случаев просто не доводится до сведения правоохранительных органов. Просто замалчиваются фактическими жертвами киберпреступлений. Здесь много инструментов, но в рамках Четвертой промышленной революции нужно бороться с киберпреступностью, потому что в противном случае будет подорвана вера в новые возможности этой революции, и просто будет большой ущерб. Я пользуюсь мобильным банком, я хочу верить в надежность этого банка. Если я не верю в систему, я не буду ей пользоваться, и это ключевой элемент. Нам нужно обеспечивать этот базовый уровень кибербезопасности. Как мы все знаем, здесь не нужно, понимаете, у вас в доме не стоит очень сложная и надежная система безопасности. Здесь можно пользоваться стандартными инструментами кибербезопасности, которые постоянно нужно обновлять, и это достаточно неплохой уровень безопасности вам обеспечит. То есть вот эту просветительскую компанию, информационную компанию, нужно ввести на национальном уровне, на глобальном уровне. Интерпол, Всеверный экономический форум, я думаю, что мы два важных фасилитатора такой глобальной компании. Мы все признаем, что координация на глобальном уровне это ключевой фактор успеха. Я думаю, что именно так мы можем обеспечить безопасность для самих себя и безопасность для будущего наших детей, потому что мы все однозначно сходимся во мнении в том, что новая революция открывает колоссальные возможности для людей. Да, и, наконец, чтобы закончить на более позитивной ноте, последние 3-4 месяца у меня была возможность пообщаться с CSO трех-четырех сотен компаний в мире старшими офицерами по кибербезопасности, Chief Information Security Offices, и они говорят, что мы понимаем вызов, что мы наращиваем усилия, мы улучшаем ситуацию с так называемой кибергигиеной. Киберпреступники не хотят инвестировать доллар для того, чтобы украсть 15 центов, поэтому стоимость кибервзлома все больше и больше повышается. И сейчас достаточно неплохо развивается программа информации, информационная компания. Это бесплатное образование для всех. Более миллиона людей уже скачало инструменты, которые помогают им стать экспертами неплохого уровня в области кибербезопасности. Я думаю, что именно это можно считать вполне позитивным признаком. Я думаю, что эта активность будет только нарастать, и ВЭФ в сотрудничестве с Интерполом может вполне считать вот это мероприятие, киберполигон, одним из веховых моментов в этой работе. Я думаю, что это позитивная нота. Еще одна. А вот такой вопрос. Куда мы движемся в целом? Цифровая трансформация будет, разумеется, развиваться экспоненциальными темпами, мы не можем влиять на эти темпы и на ее направление. А как сделать так, чтобы мы... Мы, разумеется, не будем их опережать, но что если мы все-таки будем двигаться с ними в ногу, с киберпреступниками, как вот этого добиться? Троэлс, вы справедливо сказали, что эволюция будет двигаться очень быстрыми темпами, миллионы девайсов подключаются к интернету, это гиперподключенный мир, четвертая промышленная революция. Была совершенно замечательно описана Клаусом Швабом в его книге. Мы видим, что киберпреступники очень хорошо отслеживают этот нарратив, очень хорошо отслеживают тенденции в области кибербезопасности и в целом в промышленной революции. Они используют это в качестве материала для развития собственной стратегии. Знаете, то, что было раньше в районах красных фонарей, я имею в виду незаконный оборот людьми, нечто похожее сейчас происходит в киберпространстве. Я готов себе представить, что полицейский участок через пять лет будет выглядеть очень по-другому. Киберпространство будет все-таки иметь гораздо более массированное присутствие правоохранительных органов. И здесь нужно гораздо больше инвестировать нашим правоохранительным органам, и на межнациональном уровне тоже нужно много инвестировать для того, чтобы была не только профилактика, но и следственные действия. Доказывание, юстиция, правоохранительные органы в части прокуратур должны быть лучше готовы. Они должны быть взаимосвязаны, они должны работать во взаимодействии друг с другом на миром уровне. А сейчас очень часто мы работаем в режиме двухстороннего взаимодействия, которое было налажено лет 150 назад. И это предмет большой головной боли, потому что развиваться нужно достаточно быстро. Если этого не будет, опять же, крупный риск состоит в том, что люди не должны рассматривать интернет как место преступления, а не средство, не инструмент обмена информацией, потому что они будут просто меньше пользоваться интернетом в этом случае, мы потеряем поддержку общества, а поддержка общества нам однозначно нужна. Люди не должны стоять на обочине, люди не должны потерять доверие к системе и к интернету в целом. Да, если подвести итоги, и вы, и мы не можем надеяться на то, что темпы четвертой промышленной революции замедлятся. Я думаю, что мы все согласились в том, что мы будем только больше зависеть от технических средств, чем это было до пандемии. Мы оба сходимся во мнении о том, что с юридической точки зрения и с технической точки зрения нужно вырабатывать механизм очень оперативного обменной информации. Сейчас нет правовой базы, которая обеспечивала бы такой обмен информацией, но у нас очень неплохое понимание реальности. Я думаю, что есть понимание того, что информационный обмен должен быть криптографически защищен. Я думаю, что мы все больше понимаем, что все эти вещи должны делаться в сотрудничестве. И вот этой возможностью я думаю, мы пользуемся для того, чтобы подчеркнуть, что киберпреступность должна стать рисковым занятием, потому что если этого не сделать, будет всплеск, потому что если это безрисковое занятие, что бы не заняться киберпреступностью? Если мы арестовываем китайскую банду, германскую или американскую, нужно показывать, что мы не допустим дальнейшего безрискового нарастания киберпреступности, только так мы сможем увидеть будущее, где мы все более или менее безопасно себя чувствовать. И я думаю, что я разделяю ваш оптимизм в этой области. Да, безусловно, как представители организации, основанной почти 100 лет назад, именно с этой миссией представители правоохранительных органов сошлись и сказали, что преступность все более транснациональна в своем характере, если мы не будем сотрудничать и обмениваться информацией и совместно проводить следственные действия и выдавать преступников друг к другу, у нас будет проблема. Я думаю, что тот же принцип сейчас все больше проступает перед нами. Я думаю, что этот вызов должен абсолютно четко формулироваться. Преступники адаптируются к новым возможностям гораздо быстрее обычных граждан. Поэтому я думаю, что фундаментальный принцип деятельности Интерпола, да, мы 194 правоохранительных органов, которые работают в рамках согласованных принципах. Мы можем обмениваться информацией и можем адресно бороться с киберпреступностью. Где бы они не были, эти киберпреступления, я думаю, что вот это сотрудничество никогда еще не существовало в мире. Вот такого рода приверженность еще никогда не существовала в мире. Я думаю, что все-таки можно улучшать нашу способность замораживать, например, преступные активы и в целом делать киберпреступность менее выгодным занятием. Если мы не объединим усилия, это останется глобальной угрозой. Да? Да. Да. Наше реагирование должно быть прежде всего глобальным именно во взаимодействии правоохранительных органов и в сотрудничестве с частным сектором. Да. Да, я согласен, что альтернативы сотрудничеству нет. Если мы не будем сотрудничать, преступники выиграют. Чтобы этого не произошло, нам нужно продолжать наращивать сотрудничество в рамках Всемирного экономического форума. Мы хотим поблагодарить Сбербанк, а также других партнеров за их важнейший вклад. Я, может быть, скажете, что я наивным, но я буду оптимистично смотреть на мир и могу сказать, что мы справимся. Большое спасибо за эту возможность выступить перед вами. Спасибо за организацию этого мероприятия. Да, и большое спасибо за организацию мероприятия, за то, что меня пригласили. Господа, большое спасибо за эту дискуссию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!